Всем доброго времени суток! Я нахожусь в Латвии, в городе Рига и приветствую вас на своем канале и в этот раз рубрика Латвия на выходные. Покажу вам в очередной раз маршрут. Это маршрут семейный, я многодетный отец, поэтому мы очень много путешествуем, проживаем в городе Рига и каждый выходной едем в своей семье в какое-либо интересное место. И в этот раз не исключение, я вам покажу интересное место, если вы вдруг будете гостями нашего города, куда можно сходить на выходные, недорого и очень комфортно. И уникальность этого выходного будет в том, что мы отправляемся в круиз. Да-да, у нас в Латвии есть круизные лайнеры, сейчас покажем один из них. Это круиз по Даугаве, то есть Даугава это основная река Латвии, которая протекает через Ригу и здесь очень много круизных лайнеров. Ну и на одном из них, собственно говоря, мы сейчас покатаемся вместе с нами. Музыка Так, ну путешествие начинается около Вантового моста. Если вы находитесь в Латвии, город Рига, то красавец Вантовый мост выглядит вот таким образом. Это одна из достопримечательностей города Риги. Если меня смотрит мэр города, Нью-Ушаков, надо что-то делать с этим мостом. Он явно в таком состоянии, что неплохо бы сделать ему хотя бы косметический ремонт. Мэр, меня услышал? Ладно, а теперь позитивным ноткам. Большая верхняя палуба, когда хорошая погода, например, солнечная. Здесь можно видеть, что здесь расположены столики. Сейчас не совсем солнечно, потому их не так много. И в конце за моей спиной виднеется бар. То есть здесь можно попить какие-то напитки и отправиться в плавание. Плавание, оно бывает разное. Наше будет порядка трех часов, поэтому я думаю, мы точно не проголодаемся и захотим немного чего-нибудь выпить. А вот, безалкогольный, надеюсь. Так, спускаемся в нижнюю палубу, посмотрим, что у нас внизу на этом замечательном корабле и чем у нас сегодня будет. И, собственно говоря, как угощать. Не важнее, подача, но и, разумеется, кухня. Спускаемся, смотрим, дегустируем. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У меня такая мания, я всегда, когда прихожу в какой-то солидный, хороший ресторан, я всегда тестирую туалеты. Потому что, как правило, вкладывают все время в зал предприниматели и никогда не вкладывают в туалет и никогда не вкладывают в кухню. А самое главное это средство гигиены в любом ресторане, потому что все-таки общественное место и кухня. Вот кухня должна быть на высоте. Мне, честно говоря, здесь понравилось. То есть, конечно, насколько возможно, на корабле он максимально гигиеничный и такой, ну, своеобразный, антуражный, как в любом корабле. Что я здесь вижу, дизайнер здесь когда старался, он все время делает такие фишки. Есть такой стиль Людовика. Очень его люблю. Людовика Баварского. Тот парень, который строил безумные замки. Я прям читаю здесь вот в занавесочках его лого и всяких отдельных элементах антуража. То есть здесь они не хаотичны в стиле китча, они здесь действительно подобраны и проработаны. Это навирает какую-то романтику. Это прикольно. Поэтому начнем с туалета. Легкий обзор туалета. Салфеточки все имеются. Мыло имеется. Дополнительное мыло имеется. Небольшая ракина, но солидная. Грохи, то есть не дешевка, все в порядке. Картинка она антуражная, прикольная. Оригинальные свечи, не бутафория, они горят даже. Странно, но прикольно. Что интересно, я стою у Ифовского приборчика, туалетик. И любуюсь на картинку. Картинка, конечно, не наша латвичская, а голландская репродукция. Ну, пускай будет такая. Система вентиляции тоже проработана. Видите, под стиль корабля сделана. Ну и на всех языках просьба не бросать в унитаз ничего плохого. Мусорник довольно большой вместительный. Туалетная бумага присутствует. Видите, все работает. Ну и сидя на горшке, можно любоваться вот таким прикольным видом. Он движется, ну, корабль плавающий, поэтому вид, соответственно, может не. Система вентиляции тоже проработана. Туалетная бумага. Кто только входит в стиле. То есть мы не Амстердам, мы не Стопгольм, но живем между и тем, и другим городком. Поэтому, конечно же, наши люди тоже много путешествуют. И им тоже пришла в голову идея развивать. Потому что мы живем фактически на море, морское государство. Но не популярны у нас морские круизы местного производства. То есть у нас есть скандинавских, очень много круизных лайнеров, да. Заходят сюда мировые круизные лагери, а местные вот как-то он не развит. Ну, понятно, в силу того, что мы страна небогатая и себе позволить не можем. Но у нас есть масса народного творчества. Например, как переделанный вот этот кораблик. Или вот сбоку сейчас обгоняем очередной кораблик. Посмотрим наш шедевр, который сделали местные ребята. Вот так оно выглядит. Вот это плавающая баня. То есть люди могут снять эту баньку. Она имеет стеклянную панораму. И вы можете там покушать шашлычок, попариться с видом на все красоты города Риги. И, кстати, вот тут есть реклама ее. Вот можете заказать эту баню и отдохнуть всей семьей. Она, кстати, такая же быстроходная, как то судно, на котором мы плывем. Вот, разумеется, это по причине нашей бедности. То есть у нас нет личных средств ни у кого, как правило. Но те немногие средства, которые мы где-то там за границей зарабатываем, мы, разумеется, вкладываем в государство. Мы это, я имею в виду, латвийцы. И делаем вот такие креативные вещи на свой манер. Так что, если вы смотрите это видео в этом году, то посмотрим, что произойдет у нас за пять лет. Потому что та экскурсионная среда, которая начала развиваться, ей старт был положен, ну, максимум, 3-4 года назад. И вот то, что вы видите сегодня в сфере туристических услуг на прокаточных лодочках и кораблях, это труд собственных латвийских инвестиций, как правило, за последние 3-4 года. То есть у нас нет такого долгого срока, как в Амстердаме, там, десятилетия или в Стопгольме. Ну, как можем, так и встречаем вас и показываем вам. Музыка Конечно же, Латвия это не Амстердам, но, тем не менее, у нас тоже стали популярны морские такие прогулы, речные прогулы на разного рода суденышках. И их за последние 2 года, можно сказать, удвоилось, а то и у тролл. То есть эта тенденция не прекращается, не пользуется популярностью. И, как можно видеть, мы сейчас продуваем вот этот мосток. И тут можно всегда начитать порядка там 5-10 суденышек, которые катают разного туриста. То есть это бывает и эксклюзивный турист, там, на одну семейную пару или на одну пару. Либо, как в нашем случае, когда собирается такой коллектив с каждой своей семьей. И мы плывем прогулка. Примерно занимает 3 часа. И за это время мы медленно можем посмотреть все красоты города Риги, его окрестностях. В частности, пробыть под всеми четырьмя мостами. Сейчас мы пробываем по железнодорожным мостам. Ну, можно посмотреть их состояние, немножко узнать об их истории. И, разумеется, насладиться такой спокойной речной тишиной, потому что это не море. И есть большой плюс – здесь не качает. Здесь ты абсолютно себя ровно и комфортно чувствуешь. Себя здесь не трясет, не трясет. Волны здесь никакой нет. И поэтому есть свой такой плюс в том, что ты плавно, спокойно плывешь. Смотришь, действительно, на красоту. Это одинаково прекрасно и осенью, и зимой, и летом, потому что пейзажи, соответственно, разные. Ну, и легкая джазовая музыка. Моя эта-то благо играет. Приятно то, что это живая музыка. Это действительно большой зачет, потому что они сами по себе очень креативят. То есть раньше это судно называлось «Миссисипи», а потом его изменили, взяли легкий ребрендинг и назвали «Ригас Перлы», «Рижская жемчужина». И с тех пор здесь постоянно происходят всевозможные дискотеки, свадьбы, мероприятия, дискотеки. И они уже с каждым разом нарабатывают определенный опыт, как эти мероприятия проводить. И, соответственно, растет сервис и уровень качества. В принципе, нареканий нет. Здесь довольно все очень прикольно. Сегодня происходит бранчо. Это называется бранчо, да? Это поздний завтрак. Поздний завтрак, да, когда... Ну, вы сами участники этого. Да. Все, что видите. Кушаете, пьете. Великолепная поездка. Удивительный музыка. Я думаю, что по завершении этой прогулки ни у кого не будет плохое настроение. Логично. Кроме бранча, что здесь еще происходит? Какие есть варианты? Каждую пятницу и субботу в девятнадцать часов мы отправляемся навстречу закату. То есть мы уходим в сторону острова Дула, а потом едем к кофе Лакат. Очень красивое зрелище. Точно так же включена небольшая запуска и билет, и бокал вина, либо пиво, кто что. Тоже обязательно участвует какой-нибудь из музыкантов. У нас есть пианисты, а это либо сомсифонисты. Ну и всевозможные вечеринки у нас проводят ретро-ФМ. Суббит-вечеринки. Билетов не достать уже в последние 16 часов. Свадьбы, банкеты. Просто мы всю неделю с ними причем, а как крестах. У нас существует бизнес-ланч. Специальное предложение стоит 5,50. Выбор из двух блюд. Для тех, кто рядом работает, проголодался и хочет зайти поезд. Сегодняшний бранч, он стоит 25 евро с человека, да? А дети со скольки лет бесплатно? 10 бесплатно до 7 лет. С 7 до 12, 10 евро. Но с 12 уже там взрослые. А поездка, которая вы плывете на закат, она больше для молодых пар, наверное, такая, да? Больше романтика? Не знаю. Вы думаете, вы живые не романтики? Я не знаю. Нет, ну конечно, вы давно. Ну, то есть средняя публика приходит какая на такие поездки? Есть там какая-то возрастная категория? Ну, ограничение – это одно, а вообще в среднем люди приходят. То есть молодежи здесь не будут скучно или старикам, наоборот, не будет? Нет, конечно, нет. Ну, во-первых, молодежь, закат веселит или не веселит? Я не знаю. Пока я вам скажу, что я не видел скучающих. Сколько будет стоимость такой поездки? Тоже 25 евро. 25 евро. Да, но есть у нас, бывают такие предложения, когда если люди приходят парами, да, тогда у нас 40 евро. А если человек хочет индивидуально заказать, вот хочу просто снять вас, допустим. Бывает, такое было не раз. Ориентировочно сколько будет стоить такая поездка, там, по часам? 250 евро в час. Но в зависимости от количества часов, там, чем больше часов, там, меньше. Ну, мы очень гибкие, мы решаем любой вопрос. Если человек придет просто к вам в ресторан, какая средняя стоимость чека будет? Ну, в зависимости от того, что человек захочет... В среднем же есть что-то среднее? Ну, я думаю, что с 20 евро, если вы пришли, да, то вы не останетесь, не холоден. Ну, можно посидеть, и не хватит ста. А как давно вы уже на этом рынке, вот как вы давно и делаете? Судно, это как ресторан, давно. А вот Ригас Парло три года. Ну, вы как бы сделали легкий ребрендинг, получается, да, такой? Нет, это полный, это не ребрендинг, да, это... Ну, то есть раньше она называлась же по-другому, был немножко другой концепт? Ну, работало иначе концепт, но был совершенно другой, даже стояночное место было иным. И не здесь. То есть это все сделано... Бренд Ригас Парло, это новый, это наши, очень лучшие. Вот сезон уже подходит к концу, он был успешный? Мы работаем в руку. Ну, туристический сезон подходит к концу. Да и туристы зимой тоже едут. Но вот мы празднуем. Ну, то есть вы год отработали, он был для вас успешным, вы успешны? Вы знаете, сказать тяжело, что значит успешный. Это значит, что у вас всегда полно народу? Он подотворный. Ну, бывает, что не всегда, не бывает каждый день наполнения полное, да? Но мы хотели бы, чтобы так было, поэтому мы как бы все время пытаемся быть интересными. В перспективе у нас вот мы сейчас думаем о проведении вечеров тематических, бразильских, испанских, итальянских, африканских, джемс-решены для музыкантов. Просто будет еще интереснее. В зимний период что будет с вами? Ну, когда зимой мы стоим по причалу, если навигация позволяет, мы так же бродим, бродим. Да. А так мы и работаем. То есть не будет такого, что вы зиму закрываете, вы будете круглый год всегда? Да, да. И так и было. У вас есть какой-то сайт, домашняя страничка на ФСБ? Нет, Ригаскваерл откройте, у нас очень хороший. Ригаскваерл.лв? Просто заходим на ваши сайты? Да, и резервации, и новые, кстати, выступают артисты. У нас несколько спектаклей театральных проходил и проходят. Сегодня вечером в 17 часов выступают у нас, я попрофельсовую, тоже разные артисты. Наши известные. То есть, смотрите, я правильно понимаю, что люди заплатят 18 евро за вход, они получат встречу с интересным артистом? Да, безусловно. Ресторанное питание, единственного ресторана на воде в Риге, правильно я понимаю? Да, 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 и опять же проводят. Ну, да. Все так устроено, все представления устроили так устроено, что во время представления есть пауза, когда люди будут выйти. На вторую, на верхнюю палубу посмотреть, там на свежем воздухе тоже очень здорово. Да. Насладиться работой артистами, нашей великолепной кухней. Вот и есть хорошее настроение. Насколько безопасно с вами плавать? Были ли какие-то экстремальные случаи здесь? Абсолютно безопасно, потому как владелец судна, владельцы судна, капитан уделяет этому огромное внимание. У нас все на самом высоком уровне. Чтобы не пугать, у нас даже есть аппарат, который заводит восстановившееся сердце. А есть ли медик на во рту с опытом? Нет, медика нету, потому как мы далеко не уходим и в любом месте нас сможет встретить скоро. Количество спасательных жилетов на борту сколько? Ровно столько, сколько людей. Ну, сколько можно принять людей на борт, сколько. А есть ли у вас отдельно детские спасательные билеты? Нет, вы не слышали перед каждым выходом капитан. Да, да, я слышал, я слышал. Он говорил о детских. Это просто не для тебя, а для людей, которые сейчас не находятся. Нет, безусловно. Это первая очередь безопасность, и все жилеты, и спасательные круги, и все это... Вы продумали для людей с ограниченными, ну, для инвалидов? Да, у нас участвовали в поездках инвалиды, и у нас есть трап специальный. То есть у вас есть безопасный туалет, чтобы колясочник мог заехать на коляске, да? Заехать можно, конечно же. Там, как другое дело, ну, не в курсе я как дальше управляться, да, потому как... Ну, главное, чтобы коляска зашла, есть просто проемы, которые не предусмотрены. А что у нас с организацией вечеров, свадьбы и прочих? Как это происходит? У нас была свадьба великолепная, но как... Должно быть желание, скажем, ответить свой жених, был у нас на трапе. Тогда, пожалуйста. Люди могут делать это онлайн как-то, если они находятся территориально в Латвии, допустим? Да, 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 у нас есть сайт Ригасперла, там можно... Сколько стоимость бронирования на свадьбу, как правило? Это отдельно решается, вопрос каждый по меню, по поездке, сколько часов, да, тогда мы уже... То есть информации на сайте нет, это индивидуальный звонок должен быть? Конечно, да, потому как в любом ресторане, если вы решаете вопрос банкета, да, то тогда уже либо мы проводим банкет и людей не приглашаем, либо мы работаем, только это уже решается индивидуально, ну, все вопросы до сегодняшнего дня у нас решались. Кто из известных людей, если это не секрет, здесь у вас был, ну, есть ли какие-то известные люди, артисты, там, политики? Да, у нас каждую среду здесь собирается бизнес-клуб, у нас был министр благосостояния, у нас были... в прошлый... в прошлый... в прошлый среду у нас был депутатрическая дума, будет... Ну, обязательно депутатрическая дума, потому как я... Ну, то есть человек еще... Я понимаю, человек может еще встретиться с известными людьми, как там российская эстрада, и там, допустим... Каждую среду у нас в бизнес-клуб очень открыто, заходите, пожалуйста. Очень интересно, и в беседе человек отвечает на вопросы известные, тот, который интересен, да, обязательно приглашается интересный человек, и тоже есть у них отдельный сайт этого бизнес-клуба, он тоже... Его можно увидеть и в Фейсбуке, и Рига Скверла в Фейсбуке, ну, и там вся связь сразу же рассматривается, кто был, кто собирается. Большое спасибо за интервью. Спасибо, что вы заинтересовались. Приятно было. Взаимно, до свидания. Так, вот и подошло к концу нашей экскурсии на Рига Скверлы, на проходике, который за моей спиной. Можем видеть Вантовый мост, и понятно, где он находится. Он находится в центре города Риги. Итак, средняя стоимость посещения данного аттракциона обойдется примерно 20 евро на человека. 20-25. Ну, я сказал средний, то есть, возможно, иногда и дешевле, если вы придете просто покушать. Или, если вы выберете круиз, как мы в данном случае, на 3 часа. Надо сказать, все было очень позитивно, безумно понравилось. Есть такая фишка, как точка возврата. Вот я на него вернусь, потому что моей семье он практически всем понравился, и мы решили, что если будет хорошая погода, мы обязательно именно на этот кораблик вернемся и именно посетим. Ну, может быть, потому что он на других не плавает. Вот. Минусы у этого кораблика особых я не нашел. Ну, может быть, замечание небольшое, что мне не понравилось, что окна были не помыты. Я думаю, что мужской коллектив корабля говорит о том, что нет там женской руки. И маленькие-маленькие детальки, они все-таки видны. Например, непомытные окна. Например, кое-где, может быть, занавесочку подтянуть можно. Коверчик лишний раз, может быть, припылесосить. Но это такие маленькие детальки, которые не мешают совершенно отдыху. Вот. Что касаемо еды, все было действительно очень вкусно. Все было очень много. Единственное, у нас так получилось, что у нас круиз был больше семейный, куча детей. И я думаю, семейным парам на такой круиз нет смысла приходить. Ихнее время, наверное, больше после пяти вечера, как от солнца. Ну, а так замечаний нет. Место очень позитивное. И я думаю, что я вам показал еще одно замечательное место, где в Риге можно неплохо провести выходные. Это было, собственно говоря, очередное видео, как провести выходные в городе Риге. Ну, и если я вас не убедил, что Латвия самая позитивная страна Евросоюза, продолжайте смотреть мои видео, и я буду продолжать дальше вас удивлять интересными маршрутами по Риге. На сегодня это все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова